Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Собственно, возвращаемся на финансовые рынки. Снова у нас совещание в Перископе. Надеюсь, что все, кто хотел присоединиться уже с нами. Сразу хочу извиниться за то, что в ходе трансляции снова у меня может возникнуть такой приступ кашля. Еще, к сожалению, до конца не выздоровел, но сегодня я сразу прихватил с собой водички. Давайте посмотрим, что же интересного у нас сейчас на финансовых площадках. Буквально вплотную мы уже подобрались к, может быть, без привлечения самому важному событию этого года. И это событие предполагает возможность изменения монетарной политики в рамках АФРС США. Соответственно, завтра это серьезное фундаментальное событие, мы на него ориентируемся, ждали его очень долгое время, анализировали общую фундаментальную картину, отдельные макроэкономические отсчеты, постоянно искали поддержку, те, скажем, факторы, которые могли бы лечь в основу подтверждения, наверное, верности нашего позиционирования, которое связано с ожиданием роста американской валюты. Ну, собственно, как все будет на самом деле, покажет, конечно же, завтрашняя торговая сессия и результаты этой торговой сессии мы уже будем, собственно, подводить в ходе брифинга, который пройдет в четверг. Сейчас давайте все-таки поговорим поподробнее, детально по основным дуэтам валютных активов, на которые мы делаем каждодневную спекулятивную ставку. Начнем мы даже сегодня не просто с валюты, но мы, в принципе, всегда начинали с нефти, но сейчас я также предлагаю не нарушать наш привычный сценарий. Давайте все-таки констатировать то, что происходит с энергоресурсами. Минимальное значение прошлой торговой сессии по бренду 36,75, то есть бренд продолжает сыпаться вниз, хотя, наверное, более приемлемым словом будет проливаться. Говоря про фундаментальную картину и основания для этого, вряд ли, наверное, есть у кого-то вопросы, потому что мы все прекрасно понимаем, после прошедшего заседания опека мы реально получили серьезные аргументы в пользу того, что бренд будет дальше терять. Это сейчас происходит, но тогда мы отталкивались сначала от поддержки в 40 долларов за баррель, сейчас значение уже ниже. Актуальная котировка 37,98 и бренд реально продолжает находиться под давлением. Что же стало причиной такого негативного отношения к позициям углеводородов по итогам вчерашней торговой сессии? Это дополнительные комментарии со стороны ОПЕК о том, что они будут продолжать увеличивать собственную долю на рынке. И логичный вывод этого можно сделать было после того, как на рынке появились сообщения от министра нефти Ирана о том, что нету ни единого фактора, вследствие которого Иран может отказаться от своих серьезнейших планов по увеличению экспортных поставок после окончательного снятия финансово-экономических санкций. Вчера мы касались этой темы, отметив то, что, опять же, имеющиеся производственные мощности позволяют Ирану увеличить объемы, соответственно, поставок на рынок до 4, а может быть, даже более миллионов баррелей в сутки. И поскольку сейчас мы получили подтверждение того, что даже несмотря на позицию Саудовской Аравии, которая не отказалась снижать объемы производства с рекордных значений, Иран все равно не отказывается от своих амбициозных вызовов, которые будут создавать предпосылки для большего гиперизбыточного предложения на рынке, ну и позволять нам, соответственно, делать долгосрочную ставку, может быть, на еще большее ослабление позиции энергетических ресурсов. В то же время хочу сделать маленькое лирическое отступление, оно связано с тем, что вот в ходе вчерашнего вебинара очень много было вопросов по индексу настроений, по индикатору позиционирования и спроса на активы по данным фондовых бирж, в частности, мы говорили про индикатор код. Я вчера не поленился, все-таки залез посмотреть, потому что что-то мне захотелось обратить внимание на то, что сейчас происходит в плане позиционирования на рынке энергоресурсов. И я хочу сказать вам, что сейчас совокупная короткая позиция по бренду и WTI, между прочим, максимум за последние 7 лет, то есть максимальный уровень с 2008 года. Последний раз мы такое видели как раз в 2008 году, и если у вас есть возможность посмотреть на то, что происходило с ценами, после достижения локального дна в 2008 году нефт стало восстанавливаться. Сейчас ситуация вряд ли, конечно же, повторится точно в таком же сценарии, но учитывая то, что действительно спекулятивная сейчас позиция максимальная, это провоцирует лично меня на некоторые опасения того, а не увидим ли мы сначала определенную проторговку, может быть, даже с заходом бренда в район выше 40 долларов за баррель. Поэтому сейчас, как я и ранее отмечал, прежде всего нам нужно дождаться заседания ФРС, нам нужно посмотреть на то, как на него отреагирует американская валюта, нужно будет после этого оценить перспективы доллара на ближайший квартал и посмотреть, как позиции американца будут сказываться на динамике сырьевых активов. Но, судя по, опять же, вчерашнему анализу, я допускаю возможность того, что краткосрочно мы поищем возможности для спекулятивных покупок бренда и WTI. Те, кто долгосрочно стоит по этому активу и не вышли из расположения этой сделки по достижению поддержки в 40 долларов за баррель, пока стоит подержаться, конечно же, тем более, что сейчас профит еще более стоящий. Но для того, чтобы успокоить себя, я предлагаю вам поставить стоп-лоссы в район 40 долларов за баррель. Что касается российской валюты, актуальная котировка 7038. Понятно, бренд ослабеет и создает возможности для девальвации курса национальной валюты. Давно мы не проводили параллель в плане соответствия стоимости барреля в рублевом эквиваленте. Сейчас это 2673 рубля. Снова я возвращаю вас к тому, что минимальным достаточным уровнем является для бюджета 3300. И сейчас явно мы видим то, что девальвация, может быть, даже запаздывает российского актива, особенно учитывая ту динамику, которую мы наблюдаем по нефти. О чем это говорит? Это говорит, опять же, о возможности двух сценариев. Либо нефть сейчас быстро восстановится, на что пока рассчитывать, ну, так основополагающе не стоит. Либо все-таки российская валюта будет догонять, ну, для себя в негативном плане. И усиливать тот самый прессинг, который, в принципе, на нее оказан. В связи с этим, какой вывод? Рубль будет оставаться под давлением. Мы уже видели, по сути, значение 71. И давайте вспомним прежние позиционирования, прежние рыночные ожидания, которые присутствовали до того, как российская валюта снова оказалась в районе, точнее, выше даже сопротивления 67-68. Многие говорили о том, что 70 мы уже не увидим. Потому что ситуация под контролем, нефть будет восстанавливаться. Да и вроде бы как были даже идеи того, что рубль уже полностью отвязался от динамики сырьевых активов и ориентируется уже непосредственно на другие факторы. Разумеется, мы на эти ложные заявления не поддавались. И с самого начала обозначали возможности для еще большей девальвации рубля. И именно сейчас это и происходит. Поэтому наша дальнейшая цель по российскому активу – это закрепление выше 71 рубля против доллара. Но я думаю, что позиционно мы сможем добраться до еще более негативных уровней касательно рубля против доллара. Идем дальше. Европейская валюта против американского конкурента. Мы видим то, что сейчас евро на азиатской торговой сессии подрастает. Но в целом, наверное, можно сказать о том, что евро сейчас сохраняет некоторый нейтралитет. Потому что двойственность настроений присутствует. И евро не знает, как быть дальше. Потому что в преддверии, опять же, заседания ФРС волатильности будет аховая. В этом никто не сомневается. Участники рынка, в принципе, ждут это. И допускают то, что локально мы можем увидеть даже формирование новых трендов. Конечно же, ситуация очень интересная. Тем более, что свежи воспоминания, скажем, о четверге, когда ЕЦБ анонсировал новые параметры денежно-кредитной политики. И не оправдал ожидания трейдеров. И вместо того, чтобы увидеть логичную коррекцию, мы наблюдали с прочими участниками финансовых рынков, как евро демонстрирует серьезный бычий выпад. И, по сути, добралось до уровня поддержки 1.10. Сейчас актуальная котировка 1.10.21. И поскольку опыт уже есть, и этот опыт довольно-таки недавний, есть вероятность повторения подобного сценария. Тем более, что на рынке, разумеется, присутствуют маркет-мейкеры. Они гнут свою линию, они отстаивают свои бонусы. И, может быть, предпочтут снова, скажем, изменить тем ожиданиям, которые присутствуют на рынке. И показать ту динамику, которая может стать причиной, опять же, невозможности для реализации, вот в ближайшей перспективе тех ориентиров, на которые мы пока делаем ставку. Говоря про новостной фонд вчерашнего дня, непосредственно касающегося европейского региона. Вчера вышли данные по промышленному производству. Отчет очень хороший, вопреки ожиданиям. Это несколько контрастирует, опять же, с той оценкой, которую мы проводили буквально двумя неделями ранее, касательно промышленного сектора. И, честно говоря, я был удивлен, что по факту цифры 1,9% в годовом эквиваленте с 1,3%, что касается месячного, 0,6%, с уровнем минус 0,3%. Да, статистика очень хорошая, но будет ли она иметь, скажем, возможность для закрепления, и увидим ли мы тенденцию восстановления, это покажет только уже в ближайшее время. Но что-то подсказывает мне, что нет. Из отчетов сегодняшнего дня стоит обратить внимание на индикатор личных настроений ЗИЮ, бизнес ожиданий и оценка экономических условий. Если сравнивать ЗИЮ и ИФА, конечно же, более крутым является ЗИЮ, хотя ИФА у нас также на повестке этой недели, чуть позже, правда. А прежде всего нужно обратить внимание на статистику по ЗИЮ. И я считаю то, что с большей долей вероятности мы сможем наблюдать снова негативные цифры. Но лично я не могу, опять же, обозначить какие-то радужные перспективы по состоянию промышленного сектора и бизнеса ожиданий Германии, особенно в свете ситуации с Дойчбанком и Вольксвагеном. Поэтому все-таки делаю, опять же, акцент на сохранение негативного тренда. Но, если говорить, наверное, более объективно, вряд ли сейчас какой-либо отчет, ну, по крайней мере, европейского рынка, может каким-то серьезным, определяющим образом повлиять на динамику евро-доллара. И это связано с тем, что рынок уже полностью фокусируется на предстоящем заседании ФРС и отталкивается от тех настроений, которые на рынке сейчас присутствуют вот в данный момент времени. Как можно действовать на текущий момент? Вчера я предложил вам воспользоваться отложенным ордером селл-стоп с уровня 1.09.10 и профитом 1.08, стоп-лоссом 1.09.50. Сегодня я предлагаю обозначить, учитывая те тенденции, которые присутствуют на рынке, еще возможности и для противоположного сценария, потому что рынок сейчас очень неопределен. И если все-таки евро в рамках дня сможет получить поддержку и снова продолжит восстанавливаться, двинуть в уровне 1.11, тогда почему бы нам не использовать эту как косрочную возможность? Но это ориентир только для тех трейдеров, которые торгуют внутри дня, ну, либо в перспективе нескольких дней. Для долгосрочных трейдеров метаться не нужно. Чем выше европейская валюта забирается сейчас, тем больнее будет падать потом, потому что снижение вниз – это вопрос все-таки, наверное, самого ближайшего времени. И мы знаем то, что оснований для этого достаточно. Тем более, что если и индекс потребительских цен в ближайшее время, на этой неделе, укажет на то, что для еврозоны по-прежнему характерны риски дефляции. Что касается ордера и как торговать с точки зрения роста. Buy 100 – подложный ордер с значением 1.10.50, Take Profit 1.11.50 и, соответственно, стоп-лоссом 1.10. Думаю, что в случае срабатывания этого ордера мы сможем добраться до профитного ориентира и уже потом, наверное, с прежними силами, может быть, даже с еще большими, будем говорить о возможности для дальнейшей коррекции. Идем далее. Фунт против доллара. Актуальная котировка на текущий момент 1.51.65. Что касается британца, здесь по-прежнему ключевой темой является осознание высокого курса британца, который подрывает конкурентоспособность национальных производителей. Это осознание и ожидание того, что индекс потребительских цен продолжит находиться на отрицательной территории. И, в частности, сегодня у нас отличная возможность проанализировать актуальные цифры по инфляции. В 12.30 выйдут обновленные данные. И поскольку всегда, когда мы говорили про инфляционное давление в регионе, мы сравнивали текущие цифры с ситуацией на рынке энергоресурсов. Потому что снижение цен на нефть, по сути, и создает серьезные основания для падения инфляционных ожиданий, что выливается в слабую статистику по индексуопотребительских цен. Поскольку нефть за последний буквально месяц потеряла столько, сколько никто не прогнозировал, и по-прежнему находится под давлением, я считаю, что логично делать ставку на то, что индекс потребительских цен за последний месяц просел еще серьезнее. И если по факту сегодняшнего отчета мы увидим то, что действительно статистика указывает на сохранение рисков дефляции, значит, британец легко может переплицироваться в аутсайдера, точнее, продолжит находиться в числе таковых. Ну и нам позволит все-таки добраться до нашего профитного ориентира, который сейчас находится в районе 1,49. Но в эту сделку мы войдем только после того, как сработает наш отложенный ордер селл-стоп с уровня 1,51. Вчера мы до него чуть-чуть не дотянули. То есть, селл-стоп уровень 1,51, тейк-профит 1,49, стоп-лосс 1, соответственно, 51,70. Далее идем. Доллары японской иена. Актуальные цифры 120,93. Мы видим то, что сейчас пары консолидируются в районе 121. Пятничные данные по рыночным продажам индексов цен производителей не смогли оказать поддержку американцу. А зря, потому что в целом это те цифры, которые должны были стать неплохим основанием для роста, должны были простимулировать американца на достижение более высоких значений, ну и, собственно, закрепление снова выше уровня 123. Пока этого не происходит. Но думаю, что сегодня ситуация также может измениться, потому что в 16.30 по московскому времени у нас будет отчет по индексу потребительских цены уже США. Если посмотрим на ожидания, очень хорошее. Прирост на целых 0,5%. И я думаю, что при, опять же, сохранении вот этого позитивного настроя и подтверждении рыночных ожиданий, доллар, ну просто не сможет не уважить тех трейдеров, которые делают ставку на рост. Потому что факт прироста индекса потребительских цен буквально за сутки до заседания ФРС, это как раз окончательный аргумент, который должен убедить даже присутствующих. Или все еще имеющихся на рынке скептиков касательно готовности американской экономики к повышению процентных ставок. Поэтому сегодня максимум фокуса внимания на индекс потребительских цен в США в 16.30 по московскому времени. Настраиваемся на позитивный отчет, на факт прироста. И если данные не подведут, доллар японская иена сможет двинуть выше уровня 121. И я думаю, что потенциал прироста может оказаться значительным. Но с другой стороны, если мы все-таки не увидим оправданные ожидания, нужно понимать то, что здесь доллар и японская иена уже достигла, наверное, минимальных уровней, которых могла достигнуть с учетом даже рыночного противоположного позиционирования. И текущие уровни, ну уж очень комфортные для того, чтобы занимать длинные позиции. Точно такого же сценария придерживаются и Сити, и Морган Стэнли, и Барклай, на которые мы периодически ориентируемся, строя долгосрочные инвестиционные ожидания. То есть у них, в принципе, цель по USD-йене на ближайшее время 125, то есть она полностью совпадает с нашей. Также хотел еще отметить пару USD-кад, актуальные котировки 1.3707, хай вчерашнего дня 1.3779. Говоря про причины ослабления канадца, понятно, это снижение цен на нефть. Но еще я хочу сделать акцент на вчерашнюю статистику. Честно говоря, упустил ее из календаря, но уже сегодня, когда анализировал общий фон, не могу не обратить и ваше внимание на то, что задолженность домохозяйства достигла в рамках Канады максимального уровня за последний год. По сути, долговая нагрузка превышает 163% в отношении личных доходов. Это очень много и это явно позволяет нам между строк также видеть более системные проблемы, которые характерны для Канады. И эти проблемы, думаю, еще аукнутся в перспективе через более слабые показатели по экономическому росту. Соответственно, это позволяет нам настраиваться на восходящие ралли пары USD-кад. Но пока я предлагаю вам поддержаться вне рынка и сначала посмотреть за тем, как поведет себя доллар по факту предстоящего решения ФРС. Еще из интересных новостных событий. Сегодня утром были опубликованы протоколы по австралийской монетарной политике. В частности, что мы услышали? Очень интересно мне, конечно же, было следить за этими протоколами, потому что по тезисам можно прямо отметить. Ожидания по инфляции улучшаются. Инвестиции будут в реальный сектор также расти. Рынок труда продолжит стабилизироваться и в ближайшее время выйдет на более высокие значения. Интересно, какие учитывать то, что буквально днем ранее мы, точнее на прошлой неделе, анализировали данные по рынку труда Австралии, которые оказались на лучшем уровне за последние 25 лет. Плюс ко всему, Австралия будет каким-то чудом снижать негативные эффекты со стороны падения Китая. Вот это для меня совсем парадокс, каким это образом, учитывая то, что Китай является ключевым стратегическим партнером Австралии. И все вот эти позитивные комментарии было, конечно же, слышать интересно. Ну, это был точно абсурд какой-то, потому что мы прекрасно понимаем, что ключевые статьи, которые должны, в принципе, реанимировать экономику, это инвестиция в грандобывающий сектор, это восстановление цен на железную руду и энергетический уголь, и это стабилизация ситуации на рынке недвижимости. И все вот эти сектора, они в красном секторе, они указывают на серьезные проблемы, которые присутствуют на рынке. Именно поэтому мы в австралийском рынке говорим о возможности даже еще одного шага, который будет направлен на, может быть, дополнительное смельчение экономической политики через снижение процентной ставки. Поэтому вот этот позитив, я полагаю, что очень быстро сойдет на нет, даже несмотря на то, что сейчас мы видим действительно неплохое восходящее движение по австралийцу, в частности, актуальная котировка 0,7251. Но я не отказываюсь от нашей цели, которая была обозначена в районе 0,70, и уверен, что мы доберемся до этого рубежа и этого значения. Собственно, на этом все. Соответственно, из событий еще раз отмечаю данные по инфляции сегодня. Сначала в 12.30 это Англия и в 16.30 США. Самая важная статистика, соответственно, этого дня. Но прежде всего ориентируемся на инфляцию по американскому региону, потому что это позволит нам завтра уже, может быть, по-иному посмотреть на готовность ФРС, точнее, с большей уверенностью. Готовность ФРС к повышению процентной ставки, которую мы будем наблюдать впервые за последние 10 лет. На этом все. Если есть вопросы, знайте то, что их можно задавать в нашем...